Мастак Романтик Ванькович – старожытный белорусский шляхецкий род Гер Булис. Валентий Ванькович народился в 1800 году в Каляменске в семье Павитового судей и был старым с трех детей. 7 лет Валентий Ванькович научился в Полоцком язуитском коллегиуме и, именно в этот час, в Сурьосе назавжды захопился живописом. В 1818 году юнах поступил в Виленский университет, обравший факультет литературы и мастарства. Валентий Ванькович Со своими одлитыми уже в бронзе попередниками, выкладчиками и выпускниками коллегиума и академии, поэтом и философом Матеем Казимиром Сарбевским, в ученым-энциклопедистом Габриэлем Грубером, письменником Яном Барщевским, историком Константином Тышкевичем. Серед их, безумовно, повинно знайстися место. И выхованцу Полоцкой альма-матер Валентину Ваньковичу, який, отримавши там першую остатскую эндукацию, досконалив яе у виленских метров. Молодый шляхтич потрапил у саправды высокодухованная сяродзи. Ягоным выкладчиками были такие вядомые люди, как Мастак Ян Дамиль, историк Яхим Лялевиль, правознавца Симон Малевский, а главным наставником Ваньковича став живописец, загадчик кафедры пригожих мастарствов Ян Рустем. Валентин Ванькович удельничал у таемным товарыцтву филомату, таму сярод ягоных знайомых можно згадать Тамаша Зана, Яна Чачота, Игната Дамильку. А самая близкая сябры мастака – Адам Мицкевич, дыбудучы философ-містык Анжей Тавянський. Дякуючи выдатным мастацким здольностям и протекции своего наставника Яна Рустема, в 1825 году Валентин Ванькович был накерован в Петербургской академии мастарствов, удосконаливаться свое мастарство за кошту университета. У столицы Российской империи белорусский мастак провучился три годы. За гэтый час он познайомился со многими тагачасными знакомитостями российского культурного сяродца. З'явившись у Петербургской академии мастарствов, Валентин Ванькович вельми худко здабыл славу найлепшого маэстра портрету. У меня это в той период было створено его славутое полотно Адама Мецкевич на горе Юрдах. Вядома, что в 1827 году у Петербургу Валентин Ванькович распачал працу одночасово над двума портретами Адама Мецкевича и Александра Пушкина. У вынику з'явилась знакомитая картина «Адам Мецкевич на скале Аюдах». Выява ж Пушкина, на жаль, поздней бесследно зникла. У 1829 году уже вядома мастаг Валентин Ванькович вертается на родину. Живее працует та у своей сядибе Малая Слепянка, та у Менску, на сённяшней улице Интернациональной, делючи майстерню с Чеславым Манюшком, батькам знакомитага композитора Станислава Манюшки. Мастаг шмат працаваў, стварывши целый шэрах портрета уродных сяброу знаёмых. Так сама Валентин Ванькович досканала развеў техніку миніатюры, пераважна на таперы и кости. А ў 1834 годі им была створана вядомая картина «Наполеон каля Вогнішча». Унікальны выпадык для Беларусіў у Менску оцалёў дом Ваньковичу. Я непасрэдна прама ў дзел ў яго аднаўлэнні, як археолаг да слэдаваў падмуркі, падвора кэта дому Ваньковича. Мястіна унікальнае, мястіна вельмі прытульна, хоч і закрыта этымі гмахамі Палаца Прафсаюзав, чіпер этым саркафагам Палацам Рэспубліки. Вельміць, доўга пакутліва было аднаўлэння, кэтаў Беларусі рабілася. Нарэшча зрабілі дому Ваньковича. І я спадзеваўся, але зараз не ведаю, чі он стал праўдзівым центром беларускай культуры. А все махчымаці і аура старажытнаці, і аура асобы кэтага мастака. Святое культурнае место на тое варожыць, кабы гэта был адзін з такіх праўдзівых, аутэнтычных центраў культуры беларускай ў Менску. Валентій Ванькович меў намеру дзельнічыць ўызвольны паўстанні 1830-1831 гадоў. Навад набыў спрою і каня, аднак за працяглай хваробы планы гэтае не здійснился. Знясілены праці да безграшоўям ў 1839 гаде мастак варошае з'ехать ў міграціў. Валентій Ванькович наведаў Мюнхен, дзе ў дзельнічаў в Иставі, пазній Дрэздэн і Берліну. Не ў забаві ён завітаў Парыш, да свайго даўнега сябра Адама Міцкевича. Тут ў Парыжы ў домі Міцкевича 12 га траўня 1842 гада Валентій Ванькович памёр адсухотам. Йон был пахаваны на знакамітых могілках Манмартрам. Беларускі мастак рамантык, партрытыст, бліскіся бра Адама Міцкевича – Валентій Ванькович. Ванькович был не просто выдатным мастаком. Йон был высокоадукованым чалавекам на те часы. Йон скочыў в Полацьку языцку акадэміў, учыўся ў Вильне, Петербурзе. Але ён Менчук і вернулся жыць ў Менск. І основная ёго творчыць там адбывалася. Правда, апошні гады, знесілены безграшов'ямі тяжкастями, жыця на Радзімі выяхав ў Парыж, дзе памёр. Цанілі ёго творчыць ў тэе часы. Напрыкат, ён стварыў вельмі ведомыя партрэты і Пушкіна, і Міцкевича, і росейська гэнія, і нашага польска, беларуська, літовіцка гэнія. Вельмі высока, да сканала, развів техніку мініатюры. На кості, на паперы. І спадчына Ваньковича ў Беларусі яшчэ чакая сваіх правдзівых, да сканалых доследчиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова